Сегодня Вероника практически не расстается с машиной. С автомобилем гораздо легче сделать покупки или навестить друзей. Для меня машина – это моя жизнь. Мне нравится двигаться, не то чтобы просто так двигаться. Я люблю автомобиль, я люблю водить. В 17 лет девушка узнала о таком виде спорта, как танцы на инвалидных колясках. Увлеклась и решила заниматься профессионально. Поставила цель – стать чемпионкой мира. Она каждый день тренировалась. Нужно было научиться, во-первых, идеально владеть коляской, во-вторых, взаимодействовать в паре. Веронике случалось даже падать на паркет. Но травмы не остановили танцовщицу. 2010 год принес долгожданную победу. Вероника Махортова и ее партнер Алексей Зухтиков стали чемпионами мира по спортивным танцам на инвалидных колясках. В центре реабилитации спортсменов Вероника познакомилась с будущим мужем. Он также пробовал себя в этом спорте, но в итоге остановился на баскетболе. Судьба Александра напрямую связана с машинами. С детства он любил возиться с техникой. После школы пошел учиться в колледж машиностроения. Травму получил в ДТП, когда, как говорит сам, гнал на мотоцикле на огромной скорости. Вернуться в жизнь Александру помогли друзья. Он окончил курсы чертежника-конструктора, получил специальность оператора ПВМ. Сначала Александр спроектировал механизм ручного управления к своей машине. Затем оборудовал автомобиль супруги. К молодому человеку потянули знакомые. Поняв, что эта услуга востребована, наш герой открыл собственное дело. Делаем мы по принципу действия зарубежное ручное управление, но их доработав, модернизировав, остается только принцип его действия. То есть тормоз от себя, нажать тормоз, крутить ручку на себя. Как бы все оно похожее, но как бы все адаптировано к большинству автомобилей. То есть заранее можно сделать само устройство. Автомобиль утром приехал, что-то доделали конкретнее. Крепление к сиденью или кузову, к педальному узлу. Все на хомуты сделали, педали во всех автомобилях марках разные. Фирма Александра по изготовлению установки ручного управления на автомобиле для людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата – первая в Беларуси. Александр уверен, что может переоборудовать любой автомобиль. Уже сделано около 130 машин. К молодому человеку обращаются даже из Украины и России. В штате предприятия Александра есть как здоровые люди, так и инвалиды-колясочники. Молодой человек рад, что может устанавливать относительно невысокие цены на услуги. Этого позволяют определенные льготы на налог и ренду помещения. Кроме переоборудования автомобиля на ручное управление, фирма Александра предоставляет полное техническое обслуживание для людей с ограниченными возможностями. Для удобства клиента парень придумал комнату отдыха. Человек с ограниченными возможностями, пригнав автомобиль на переоборудование, с утра может расположиться в этой комнате, попить чай, кофе. У нас компьютер есть, интернет, большая коллекция фильмов, клипов, музыки. То есть дождаться окончания работы и спокойно уехать. Не надо будет оставлять машину, просить знакомых людей, чтобы ее отогнали, пригнали. В планах Александра расширение компании. Осуществлять свои мечты молодому человеку помогает поддержка супруги и твердая вера в себя. Любому человеку нужно каждый день работать над собой. Тем более человеку с ограниченными возможностями. Это должна быть сила воли и желание жить. Просто жить. А человек с ограниченными возможностями, даже если у него нет ног, то ничем не отличается от обычного человека. Отличаются Вероника и Александр от других. Лишь своей силой воли, целью, стремленностью и жизнелюбием.